МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В российском союзе автостраховщиков рассчитывают, что изменения в законе Аббасага, которые сделали приоритетным ремонт автомобиля, а не выплату денег, сделают автогражданку для страховых компаний безубыточной. Соответствующий законопроект принят Нижней палатой парламента страны. Согласно документу, получить компенсацию в денежном виде можно будет только в ряде случаев. К примеру, при полном уничтожении автомобиля или если страховая компания не сможет организовать ремонт. Новый закон предусматривает создание реестра станций техобслуживания, которые будут работать со страховыми компаниями. Максимальный срок ремонта составит не более 30 рабочих дней. Новые правила будут работать для вновь заключенных договоров страхования автогражданской ответственности. С одной стороны, расходы увеличиваются, потому что предполагается, что станции страховщик будет оплачивать стоимость ремонта без вычета износа, и потерпевший, соответственно, износ не будет оплачиваться. С другой стороны, мы попытаемся максимальные скидки на станциях технического обслуживания получить. И за счет того, что не будут выводиться деньги в теневой оборот, за счет этого также планируем снижение определенных издержек. 11 лет и 1 месяц. Такой средний возраст легковых автомобилей в Башкирии. Это почти на 2 года моложе среднероссийского показателя. Республика вошла в топ-10 регионов с наименьшим возрастом автопарка. Данные приводит агентство «Автостат». Для сравнения, в 2015 году показатель по стране был равен 12,5 годам. Увеличение среднего возраста эксперты связывают со снижением темпов обновления парка. Наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Татарстане – 9,5 лет. Только в этом субъекте он оказался ниже отметки в 10 лет. В тройке лидеров также Москва и Хантамансийский автономный округ. Всего же в 29 российских регионах парк оказался моложе, чем в целом по стране. Башкирия в этом списке на 10 месте. Самый возрастной парк в отдельных регионах Дальнего Востока. Здесь средний возраст авто превышает 20 лет. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на вторник. Доллар и евро подешевели. Курс американской валюты снизился сразу на 64 копейки и теперь оценивается в 57,28 рубля, европейской – на 67 копеек до 61,69. Лучшие обменные курсы на понедельник. Покупка доллара в Башкомстон-банке за 57,40 рубля, продажа в Росгострахбанке за 57,65 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в БКС-банке за 61,70 рубля. Кредитная организация взимает комиссию до 3% за обменную операцию. По продаже в Тимирбанке за 61,99. Проект уфимских разработчиков SmartAero, представляющий программное обеспечение для системы «Умный дом», вошел в топ-3 финского акселератора «Стартап Сауна». Основатели крупнейшей в Европе программы развития технологичных проектов признали разработку уфимских стартаперов одной из наиболее перспективных. Хотя система «Умный дом» в мире уже много раз опробована, уфимская разработка может одновременно управлять большим количеством самых разных устройств. Это камеры видеонаблюдения, датчики открытия дверей и окон, движения, дыма, протечки воды, газа и т.д. Контроль происходит с помощью специального приложения на смартфоне. Система проста, в использовании в нее можно в любое время интегрировать дополнительные опции. К тому же разработчики из Уфы планируют активно использовать технику отечественных и республиканских производителей. В проект «Смартэра» уже вложили 2,5 миллиона рублей. Еще столько же нужно для доработки платформы и мобильного приложения. Для потребителей стартовый комплект обойдется в 20 тысяч рублей. Возможно, мы поедем в Финляндию для того, чтобы пройти акселерацию там. Также были достигнуты договоренности, чтобы показать нашу платформу финским операторам связи, чтобы они могли у себя запускать наше решение. И у меня на этом все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова